Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Архипастер» и я ее ведущий Данил Рябинин. Сегодня, как и всегда, на ваши вопросы ответит Высокопреосвященнейший Владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский Верхотурский. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей! Здравствуйте! Бог благословит всех нас! Бог помощи! Владыка, ну и позвольте нам начать нашу с вами сегодняшнюю беседу с вопроса Татьяна Кемеровской области. Меня крестили в детстве, мне был один год и десять месяцев, но крестная была старой, киржатской веры, а крестный вообще был заочный. Считается ли это крещение настоящим и можно ли перекреститься? Ну, смотря как, если крестили в церкви, то, конечно, она действительно, потому что совершал священнослужитель, законно священнослужитель, имеющий право это совершать, единственное, значит, он совершил по всем правилам. Вот, конечно, в те времена была очень сложная ситуация, поэтому и не всегда возможно было, чтобы крестная мать была прямо при крещении, поэтому брали и заочно, но, конечно, главная, конечно, цель это то, чтобы эти крестные мать и отец дали веру Христову этому младенцу или сами родители. Вот такая есть установление церкви, для того, чтобы по вере восприемников, родителей, и совершается таинство крещения. Поэтому тут надо уточнить некоторые моменты, чтобы дать конкретно, а не в церкви тут написано или дома? Не написано, да. Не сказано. Спасибо, Владыка. Любовь Петровна спрашивает, моя дочь замужем, но встречается с каким-то мужчиной. Как быть в таком случае? Да, это очень тяжелый случай, это тяжелый грех, прелюбодейство. Если человек вступил уже в брак, то уже не должен думать ни о ком другом. Это очень тяжелая, современная наша, тяжелая ситуация, к сожалению, и стала, к сожалению, тоже нормой жизни, но нам нужно со временем это и жить, потому что она ведет к очень большим трудностям, большим болезням, неприятностям жизни, неудачам, скорбям и тяжелым болезням. Поэтому, если мы хотим болеть, то вот и грешим. А если хотим быть здоровыми, сильными, потом иметь здоровое потомство, то вот этот грех нужно избегать. Он очень тяжел для того, чтобы родить детей, а потом не иметь детишек здоровых. Потому что сейчас большое количество детей рождаются больными, как вот есть свидетельство, такая статистика, что где-то около 90% рождаются дети больными с разными болезнями телесными. И, к сожалению, среди этих 90%, 30% рождаются с психическими заболеваниями. Это очень тяжелый случай. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша страна, наша нация была здоровой и сильной, то мы должны избегать вот этих страшных грехов, которые плоские грехов, преребодействия, добрачные и внебрачные союзы и так далее. Они приносят семье как раз очень большой урон, большие трудности. Потому что у нас и распадаются семьи, и потому у нас нет крепкой семьи, потому что делается вот такой страшный грех прелюбодейства. И он ослабляет семью, он и приносит, если рождаются дети, рождаются больные. И вот это нам, конечно, нельзя допустить. Тем более, что вот в этой семье вроде бы эта женщина, она имеет какой-то страх Божий, понятие о Боге, понятие о церкви, церковной жизни. Поэтому для нее это еще усугубляется. Потому что человек, который знает и делает грех, то будет больше наказан Богом. Битв будет много. А кто-то знает и не знает и делает, то, конечно, будет меньше. Поэтому с кого больше дано, с того больше и спросится. Вот дано ей знать знание о Боге, надо делать и исполнять. Если не исполняешь, то, конечно, будут какие-то большие трудности, испытания. Потому что этот грех влечет вот такую дисгармонию в нашей жизни человека, в его душе. И приносит вот такие страшные последствия. Поэтому, конечно, матери нужно сказать, еще раз рассказать, что это очень опасность, чтобы не шутила с жизнью. Это не шутки. И раз вступила в брак, уже нужно нести вот тягот этого брачного союза. И думать о спасении. Думать о том, чтобы со смирением, с послушанием, с терпением нести вот эти трудности семейной жизни, чтобы они были для спасения, для Царства Божьего. Поэтому нужно об этом сказать, рассказать, предупреждать и по возможности ее отводить от этого страшного греха прелюбодейства. Молиться, конечно, молиться за нее, чтобы Господь посетил ее, просветил ее ум, чтобы она поняла, поняла свои ошибки и бросила вот эту греховную, блудную, развратную, прелюбодейную жизнь, а жила целомудренно в страхе Божьей, в любви к Богу, ближнем и к своей семье. Спасибо, Владыка. У нас звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Владыка, раба Божья, хотели мне благословить? Бог благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Правильно ли ведут себя вященники, которые не проповедуют храм, не объясняют очистки веры, хотя бы начиная с того, что как одеваются женщины в храм христианки, и телефоны сотовые приносят, а во время службы не мешают. Но многое это, батюшки на местных церквях уже скрывают глаза. И еще такой вопрос, Владыка. Почему священники не обличают такие пагубные, души пагубные, или проектов как Дом-2, ведь они именно раскрывают молодежь? Спасибо, Владыка. Спасибо. Ну, первый вопрос, Владыка, вы слышали, да, о проповеди священнослужителей в храмах. Почему многие священники не проповедуют, ну, и, в частности, об одежде, о телефонах и прочее? Нет, но что касается об одежде, об этом много раз мы говорим громогласно, с экранов телевизоров, и в газетах мы пишем, и в радиоканалах, и везде вещаем. Говорят о том, что человек должен иметь христианскую православную одежду. И мы помним слова святейшего патриарха Кирилла, который говорил, что мотивацией моей деятельности, моего поведения должна быть вера моя. Что если вера моя не позволяет мне одеться в такой одежде, то я, конечно, должен от этого отказаться. Если моя вера говорит о том, что нужно быть в таком приличном одеянии, то, конечно, я должен прислушиваться голосу церкви. Но, к сожалению, голос церкви, голос священнослужителей, люди его не понимают, не хотят принимать, не слушают. Делают всё по-своему. Наоборот, обижаются. Когда делаешь замечание, почему в таком виде ходишь и приходишь в церковь, то они говорят, что тебе не всё равно. Я вот пришла, значит, вот и пришла. И надо смотреть не на внешний вид, а на душу. Вот душа моя требует сегодняшнего прихода в церковь. Вот я пришла. А как пришла, это не имеет значения. Вот такие есть возражения со стороны некоторых. Конечно, очень сложно. Поэтому немножко как-то неудобно даже говорить. Потому что говорим неоднократно, говорим о том, что нужно прилично себя одеть. Потому что если православный христианин, конечно, будет одеваться прилично, то скромно и целомудренно, как мы говорим, то рано или поздно мы перевернём вот этот мир возле лежащий с таким внешним видом блудным, развратным. И потому, конечно, и многие падают в разные страсти греховные, и в наркомании, и в пьянство, и в блуд, и в разврат, и всё это такое. Потому что видя вот этот вид, внешний вид женского пола или мужского пола в таком состоянии, то это возбуждает многие страсти, и человек выражает, проявляет возбуждение своих страстей в разных направлениях. Кто пьёт, кто курит, кто блудит, кто развратит, кто насильствует, кто убивает и так далее. Поэтому страсти, они очень негативно влияют на нашу жизнь. И надо, конечно, молиться, чтобы люди понимали, что такой вид очень негативно влияет на наше общество, на нашу душу, на нашу психику, на нашу молодёжь, на наших детей. Это очень... Мы знаем высказывания многих специалистов, психологов, которые говорят о том, что вот такая одежда маме очень негативно сказывается на ребёнка новорождённого. У него есть такое влияние, негативное влияние, так если очень деликатно сказать, что это очень негативно влияет на психику этого младенца. И мы вот таким своим внешним видом очень сильно поражаем даже психику своего дитя. Потом будем обижаться, что он чем-то не так думает, не так себя ведёт, не так себе поступает. Потому что мы с самого детства влияем очень негативно на его внутреннее состояние. Поэтому мы это всё говорим, всё рассказываем, и много раз говорим, и на исповеди, и на проповедях говорят, и на проповедях говорят. Но вот этого непослушания голоса церкви, это, конечно, приводит к некоторым... Вот недавно же у нас было выступление отца Всеволода Чаплина по поводу внешнего вида. И какое было буря негодования со стороны светской цивилизации, что он сказал, что нужно поприличнее себя вести, поприличнее одеться, чтобы был какой-то стимул, какая-то культура одежды в обществе. Вот. Поэтому то, что духовенство не говорит, это не совсем правда. Но то, что миряне православные не ведут такую активную работу, чтобы влиять на общество, это так. Если вот вы услышали, что святейшие патриархи, услышали, что тот или иной священник где-то сказал об этих вещах, то мы должны подхватить и проводить вот эту идею в среде окружающих нас людей. И говорить о том, что показывать пример, вот сам лично православный человек должен показывать пример внешнего своего вида. как человека, проповедующий целомудрие, проповедующий скромность, определенную культуру поведения, определенный внешний вид, потому что такой определенный внешний вид, приличествующий православного человека. Вот. Поэтому нам нужно общими усилиями бороться с этим недугом нашего общества, общими усилиями, чтобы каждый на своем месте, как вы сейчас говорили, чтобы делал замечания, деликатные замечания со скротостью, со смирением, делать замечания по поводу вот такого внешнего вида, по поводу курения женщины, мужчины, детей, детей, по поводу употребления пива на ходу и других напитков. Это все нужно как-то влиять нравственно на людей, потому что люди, видя, что им никто не делает никакое замечание, считают, что это норма жизни, все правильное поведение, и поэтому это укореняется, потом уже тяжело выискоронять. Поэтому надо тем здравым нашим прихожанам, здравым силам нашего общества, конечно, должно быть такое общее влияние, нравственное влияние на окружающий мир, чтобы его преобразить, изменить, и дать те нравственные идеалы духовности, которые приличествуют православному человеку. Спасибо, Владыка. Второй вопрос был там от телевидения. Давайте, может быть, ответим на звонок. У нас из Перми ждут. Да, мы вас слушаем. Вы в эфире. Владыку, благословите. Бог благословит. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. У меня недавно было сильное искушение в храме. Была симпатия к человеку работать соломщиком. Он неженатый человек. Но как бы я решила, это было внутри меня. Это были не блудные помыслы, а просто симпатия к человеку. Внутри меня это мучило. Я решила уйти с храма, но перед этим попросила Бога. Божий, когда мне знак, уйти мне или остаться? И когда я пошла к выходу, то у меня с праздником этот человек подошел, поздравил, подарил большую просфору. Но я не поняла, это знак того, чтобы я осталась или ушла? Спасибо. Дело в том, что, во-первых, если вы замужне, и имеете вот такую симпатию к незамужнему, неженатому человеку, то, конечно, нужно себе беречь, чтобы эта симпатия не перешла в страсть, и потом привязанность к этому человеку, чтобы иметь какие-то более близкие отношения. Вот этого нужно бояться, потому что, ну, вы говорите, симпатия, но если эта симпатия теперь переходит в какое-то вожделение, мы знаем, что даже если мы воздрем с вожделением на другого пола, то уже прилиподействуем или подействуем в сердце своем. Поэтому надо это увидеть. Если это, на самом деле, есть такая опасность, и вы это чувствуете, то, конечно, лучше, чтобы не пасть в какой-то более тяжкий грех, лучше идти в другую церковь и не иметь отношения с этим человеком, чтобы не согрешить, потому что мы очень... «Блюдите, как опасно ходите», говорит Священное Писание. Вот, наверное, есть какая-то опасность. Поэтому нужно от этой опасности избежать, чтобы не попасть в какую-то беду или какой-то грех. Вот, поэтому лучше, конечно, если вы... Вот, надо посмотреть, я не знаю, ситуацию какая там случая. Если у вас есть намерение вступить в брак, и вы не замужный, а он не женатый, то никто не мешает, чтобы познакомиться поближе и найти какие-то... Ну, узнать друг друга более ближе и потом уже принять решение о вступлении в брак. А если этого нету, или вы замужне, а есть какие-то вот такой симпатии приблизительно или какое-то, ну, влечение к этому человеку, то, конечно, нужно быть осторожным. Спасибо, Владыка. Ну, и вот вопрос от нашей телезрительницы из Москвы, второй звучал примерно так. Почему на телеэкранах по разным каналам допускают вот подобного рода развратные программы какие-то, которые нас вот как-то вот так что ли смущают, и вот как к ним вообще относиться, что делать? Об этом говорится от малого до великого. Говорится и среди простых людей, простых людей, среди людей, которые находятся, находящихся у власти. Об этом говорится и из уст духовенства, об этом говорится и из уст самого святейшего патриарха Кирилла. Об этом говорилось и на нашем архиерейском соборе, и обращение было к президенту нашей страны. Но, к сожалению, вот такого изменения в решении этого вопроса пока не произошло. Поэтому, наверное, необходимо, чтобы люди сами высказывали свое недовольство по поводу вот этих неподобающих показов по телеканалам, и чтобы как-то обратили внимание на голос народа, на голос людей, которые обеспокоены за нравственность, духовность нашего общества. Спасибо, Владыка. У нас еще один звонок, нам звонят из Новоуральска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Владыка. Побеславите, Раба Божья Елена. Бог благословит. Мне бы хотелось узнать ответ на такой вопрос. У меня два года назад родился мертвый ребенок. И я бы хотела узнать, можно ли в разрешении епархии молиться за такого ребенка в церкви? Нет, к сожалению, мы не можем молиться за такого ребенка в церкви, потому что он бы не был крещен. И поэтому вы можете молиться за него дома, молиться можно и везде, но, конечно, подавать записки на проскомидию, чтобы ее упоминали за богослужением, то этого не нужно делать, непозволительно. Поэтому кроме того, чтобы подавать молиться за его упокоение, за богослужением, можно и за него молиться. Можно дома, можно читать и псалтыри, можно читать и Евангелие, и совершать дела милосердия и так далее. Много есть средств для того, чтобы помочь вот этой душе. Спасибо, Владыка. Еще один вопрос от нашей телезрительницы из Новоуральска. Мы вас слушаем. Еще вопрос такой. У меня, значит, два года назад ребенок умер, и мне бы хотелось узнать, а сейчас мне на работу идти? Вот я в данное время не работаю. Идти ли мне на работу устраиваться, либо же готовиться к новой беременности, посвятить себя этому, как можно чаще в церковь ходить? Спасибо заранее. Спасибо. Конечно, вот деторождение – это богугодное дело, и это тоже подвиг. Это тоже большой труд. И если у вас есть такая возможность, то лучше всего, конечно, чтобы вы готовились к тому, чтобы родить и воспитывать дитя в страхе Божьем, в вере и благочестии, и чтобы он был воспитан для Царства Божьего, для вечной блажения жизни. И таким образом вы, может быть, и поможете и тому ребенку, который родился мертвым телом, но душа у него жива. И вот через труд, подвиг деторождения и воспитание детей вы поможете и вот этой душе, которая нуждается в вашей поддержке, и вашей помощи, и вашей молитве. Владыка, ну и, наверное, уже последний вопрос. Валентина Геннадьевна спрашивает из Твери. Владыка, для чего мы берем благословение у священника, и во всем ли мы должны слушать священнослужителя? Ну, если мы подходим к священнослужителю и хотим получить благословение на какое-то дело, то, значит, мы уже готовы к тому, чтобы принять его слово, его совет, чтобы его исполнить. То есть тем самым мы проявляем в какой-то степени отречение от своей воли и желание, чтобы это совершилось не его воле, не воле человека, а воле Божьей через вот этого священнослужителя, который... И при этом, конечно, мы должны его исполнить. Если бы священник говорил что-то о каким-то земных таких бытовых делах, то тут, конечно, можно принимать какое-то решение. Если мы так ведем такую очень активную духовную жизнь, то если мы поменяли свое намерение и не хотим сделать, как священник сказал, то можно опять подойти к священнику и сказать, что батюшка, вот я подумал, вот ситуация сложилась, поменялась немножко ситуация, может быть, я неправильно еще довел до вас вот эти все вещи. И вот есть еще один вариант. Можно вот этот вариант, если вы благословите. То человек следует следующему такой благословить. Конечно, священник, он... Все добрые намерения, которые принимает человек, как человек с имеющей свободной волны, он может благословить, если это будет на пользу. Вот. Но если, что касается духовных, правил духовной жизни, что касается нравственной, духовной жизни, догматического учения, нравоучили, то тут уже надо служиться полностью священнослужителем. Вот как сейчас мы говорили по поводу одежды. Раз священник говорит, что нужно одеваться прилично, чтобы не быть соблазном для других, чтобы не возбуждать стразные, блудные страсти у других, то нужно одеваться прилично, чтобы не была вот эта обтянутая одежда и полуголый опыз одежды человека, но чтобы он закрывал все свои, как мы говорим, стыдные места, и чтобы одежда была целомудренной и приличной для православных христианин. Ну, конечно, нужно слушаться или другие какие-то правила христианской жизни говорится в церкви, в священном писании, то, конечно, нужно слушаться, нужно делать, выполнять. Если трудно или не получается, то нужно прийти, посоветоваться, как нужно исполнять, чтобы это все было с благословением. Вот, поэтому есть разные отношения к благословению. Можно их исполнять и нужно исполнять только тогда, когда непосредственно говорится о нравоучении, о догматическом учении, о нравственном учении, которое является непререкаемой истиной нашей церкви. Это нужно слушаться обязательно. Ну, что касается таких бытовых, то тут можно что-то и поменять. Спасибо, Владыка. Ну что же, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Позвольте мне от лица всех наших телезрителей поблагодарить вас за все те многочисленные ответы, данные на вопросы. Спасибо вам, дорогой Владыка. Ну и традиционное напутственное слово для всех нас и благословение на пост. Всех вас, дорогие телезрители, Благодарим за ваше участие в нашей программе. Дай Бог всем вам здравия, благополучия, помощи Божьей, чтобы действительно пост был для нас спасительным, был для нас приобретением добродетелей в духовной жизни, в жизни христианской. Спасибо вам еще раз, Владыка. Ну что же, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Песня.